Они охраняют наш покой со стороны моря. Эти люди выполняют различные задачи от спасения далеко уплывших, отдыхающих до перехвата диверсантов. За одно дежурство одесские пограничники проверяют десятки судов, а когда стемнеет, даже проводят учебные стрельбы. Один день из жизни морской охраны. В сюжете Игоря Буренко. Одесский отряд морской охраны заступает на дежурство рано утром, и мы вместе с ним. У моряков свой юмор. Спасательные жилеты нам выдали, но попросили вернуть сухими. Наш катер двигается со скоростью 14 узлов. На земном языке это примерно 26 км в час. Но при погоне судно может ускориться почти в три раза, до 80. Сам катер внешне напоминает элитную яхту из голливудских фильмов. Но на самом деле это судно отечественного производства. Их изготавливают в Киеве. По техническим параметрам оно ничем не уступает заграничным аналогам. Это малый катер патрульный UMC-1000. Он используется для патрулирования, пошуку, конвоевания, затримания. Он более маневренный, более быстрый, экономный. В нескольких милях от Ильичевска морская охрана замечает подозрительный катер. Музыка Было обнаружено плавсредство. Для привлечения внимания была включена сирена. Опрошено плавсредство с целью снижения их хода. Они снизили ход, мы подошли, опросили откуда, сколько человек на борту, куда следует. Стандартная процедура. Одним из главных мест морского рейда является так называемая банка. Она находится в открытом море, где относительно небольшая глубина. Зачастую там вода гораздо теплее. Из-за этого на банке всегда много рыбы, ну и соответственно рыбаков. Как рыбалочка у вас, скажите. Слава, сегодня погода. Слава. Плох клюет? Сэндер. А что ловите? А? Что ловите? Бычок. А есть посмотреть? На бычка. Есть. Мать! Ой! Общаются с рыбаками специально обученные люди. Иначе говоря, осмотровая группа. Государственная ограниченная служба. Приготовьте, пожалуйста, документы. Есть документы, все есть. Ситуации бывают разные. Бывает, когда есть конкретная наводка. По информации мы или преследуем, или находим это судно. И, соответственно, задерживаем, проводим осмотры. Но сегодня особых указаний не поступало. А это значит, что рейд проходит в обычном режиме. Буквально через несколько миль заканчиваются украинские территориальные воды. Если вдруг какой-то корабль по случайности зайдет именно сюда, то в лучшем случае его ждет штраф. Ну а в худшем случае... За день дежурства пограничники проверяют десятки кораблей. Первый, кто видит нарушителя, это наводчик. Именно он сообщает остальным сослуживцам о вражеской подводной лодке или внезапно всплывшей коряге. На нашем катере за это отвечает Александр. Он уже два года служит по контракту. Успел побывать в зоне АТО и увидеть захват военной части в Балаклаве. Я как раз попал туда на практику на два месяца. И только закончилась практика. Второй день моей полноценной службы случился на захват части. Родители сначала переживали очень, много нервничали, звонили постоянно, по телевизору были очень печальные новости. Они каждые пять минут звонили и спрашивали. После Крыма Александр и его сослуживцы отправились на восток. У нас подбили катер, проект такой самый, на котором мы сейчас находимся. И до сих пор два человека читаются без вести пропаж. Дежурство морской охраны – это всегда нелегко. Контролировать приходится не только водное пространство, но и воздушное. Все, что касается охраны государственной границы и воздушного простора, и морского, контролируется полностью катерами, кораблями морской охраны. Ближе к вечеру катера и корабли морской охраны собрались вместе. Нам поступила команда о том, что где-то рядом прячется наш условный противник. На этот раз это подводные диверсанты. Наша задача – их найти и обезвредить. Будем светить на них мощными прожекторами, освещать их сигнальными ракетами, ну и, конечно же, стрелять по ним из вот этих пушек. Зачастую диверсанты работают ночью, поэтому стрельбище проводится после заката. Немалую роль в этом деле играют прожекторы. Именно они оказывают первое давление на противника – психологическое. Но и это еще не все. Отрабатывают стрельбу специальными патронами. Патроны одни есть просто трассирующие или ПС, которые, ну, обычные патроны. Нужен для того, чтобы было видно направление, в какую сторону ты стреляешь. Чтобы ночью, ну, экипажу, военнослужащим было видно, куда он стреляет, по чем он стреляет. Стрельбы длились около получаса, но командир дивизиона уверяет – мирному населению бояться нечего. А с точки зрения безопасности, вот для людей, которые находятся, например, для города, вот вдалеке виднеются наши огни, то есть мы сейчас на безопасном расстоянии? Конечно. У нас, ну, чтобы вы понимали, автомат, допустим, убойная сила 1 километр, мы от берега на 3,5 миля. Это, грубо говоря, 12 километров, чтобы вы понимали. После отработки часть команды отправляется отдыхать, ранний подъем. Остальные же остаются охранять нашу с вами границу до самого рассвета. Ну, а с утра их сменят сослуживцы. Игорь Буренко, Анна Грынев, Игорь Казанжи, 7 канал.